Экология Однако, здравия желаю! Студия Следопыт предлагает вам стать свидетелями очередного расследования, объектом которого будет наш родной город Ярославль. Еще недавно тысячелетний Ярославль, краса и гордость Золотого кольца России, привлекала тысячи туристов своими древними белокаменными храмами, неповторимыми клубами и чистыми улицами. Но буквально за несколько лет произошла настоящая катастрофа. Мы решили разобраться, в чем же дело. И для начала провели небольшой блиц-опрос жителей города. Вы можете одним словом охарактеризовать тех, кто рисует на стенах домов? Ну, вот такие каракули. Идиоты Мелкие пакостники, вот так. Разгильдяи Хулиганы Свиньи Вандалы Беспредельщики Эти люди уроды Олигофрены Гопники Козлы Гуроны Стоп! А это слово вызвало у наших следопытов профессиональный интерес. И мы решили оборотиться к специалисту. Гуроны – это воинственное племя индейцев, проживавших когда-то в Северной Америке. От других индейцев они отличались тем, что любили три вещи – ругаться, драться и рисовать на скалах. В начале 19 века соседи объявили Гуронам тотальную войну. И те были вынуждены разбежаться по всему свету. Добрались они и до России. Освоить великий могучий русский язык им оказалось не под силу. Поэтому они ограничились двумя-тремя десятками базовых слов, заменяя все остальные нецензурными междометиями. Так на Руси появился мат. Драки и ругань по-прежнему остаются основными отличительными особенностями Гуронов. А вот способность рисовать со временем была утрачена. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художник, вы рисовать умеете? А-а-а, ну буквы написать сможете? Утратив способность рисовать, Гуроны, однако, не потеряли потребности этим заниматься. В результате дома, магазины, остановки и заборы многих городов оказались разукрашенными так называемыми тегами. Все понятно. Современные Гуроны вместо рисунков стали оставлять повсюду свои автографы. Интересно, а зачем они это делают? На самом деле все очень просто. Обыкновенный животный инстинкт. Подростки во время так называемого переходного возраста испытывают непреодолимое желание самоутвердиться. Им обязательно нужно показать всем свое геройство, свою значимость. И поэтому они ведут себя, как кобели, которые оставляют на каждом углу свои собачьи автографы. Ну и какие мысли есть по этому поводу? Ну, педагоги предлагают разные способности борьбы с Гуронами. Беседы и лекции, кружки и секции. Да не смешите меня, это животный инстинкт. Тут как в поговорке, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Тут нужны жестокие, карательные меры с применением силы. А я думаю, для начала надо изучить положительный опыт. Слава Богу, в России еще есть чистые города. Ну, Казань, например. Отличная мысль. Едем в Казань? Едем. До встречи в следующей программе. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok